Сегодня мы готовим манты. Для приготовления теста нам понадобится 1 кг муки, 1,4 стакана растительного масла, 1 яйцо, 1,5 ч.л. соли, 1 стакан воды. Для приготовления начинки нам понадобится 1 кг жирной говядины, 5 луковиц, 2 ч.л. соли, 2 ч.л. черного молотого перца, 1,4 стакана растительного масла для обмакивания мант. Замешиваем тесто. Для этого просеиваем муку. В муку добавляем растительное масло, соль, яйцо, воду и замешиваем тугое тесто. Продолжение следует... Убираем тесто в полиэтиленовый пакет и даем ему настояться. Два раза достаем из пакета и обминаем говядину, лук. Нарезаем большими кусками и перемалываем на мясорубке. В готовый фарш добавляем соль, черный молотый перец. Все тщательно перемешиваем. Начинка готова. Достаем из пакета тесто, разрезаем на большие куски и раскатываем каждой руками в колбаску. Колбаску нарезаем большими кусками. Каждый кусок приплющиваем руками и раскатываем скалкой в лепешке. В каждую лепешку кладем мясную начинку и защипываем края лепешки косичкой. Продолжение следует... В чашку наливаем растительное масло 1 четвертая стакана и поочередно, обмакивая каждый мант, выкладываем их на поверхность розетки на небольшом расстоянии друг от друга. Так заполняем все розетки. Наливаем в нижнюю кастрюлю мантоварки воду и даем ей закипеть. Ставим поверх кастрюли с водой кастрюлю с мантами. Закрываем крышкой и готовим 40 минут. Готовые манты выкладываем на большое блюдо. И подаем со сметаной. Приятного аппетита! Приятного аппетита! Приятного аппетита! Приятного аппетита! Приятного аппетита! Приятного аппетита!